Всем привет! Сегодня у меня небольшой влог для вас. Моя мама приехала ко мне в гости. Видите, на заднем плане собачка Цветик. Вы у меня видели во влогах собачку. Моя мама уже приезжала ко мне просто в гости. Мы с ней здесь погуляли. Влог так и не успели отснять. Загуляли, но сейчас маме пришлось вернуться. Все потому, что у нас заболел Цветик. Заболел. Бедненький почему-то от боли визжит. И в Смоленске ветеринары понять не могут, что с ним. Обследование все сделали, но выяснить, к сожалению, не смогли. В итоге пришлось собаку везти сюда. Мы сейчас едем в Москву. Навигатор еще разговаривает. Мы едем в Москву к собачьему неврологу. Это какой-то ведущий невролог России. Посмотрим, что там за невролог. Скорее всего, придется МРТ делать. Возможно, это что-то неврологическое. Что-то у него болит. Возможно, что-то в шейном отделе. В общем, сейчас будем выяснять. Я вам постараюсь все показать, как это проходит. Если будем делать МРТ, как это МРТ делают собакам. Посмотрите, какая дурацкая у нас сегодня погода. У нас и снег. У нас и дождь. И вообще черти что на улице. Прямо 17 километров. Хорошо, что едем на машине, потому что если бы своим ходом, то добираться минимум два с половиной часа и с пересадками. Там только в метро три пересадки делать. Так, мы приехали. Вот он какой-то инновационный ветеринарный центр. Так, Светик, ты как там? Готов? Ну, пошли тогда. Да. Он уже знает, увидел собак и понял. Светик. Ну, ты чего трясешься? Ты чего трясешься? Ты чего трясешься? Вот ты прямо умолю. Вот она собака. Огромная собака напала, пописала Светика. Прокусила сильно. И вот обрабатывали. Ну, все, сейчас заживает. Цветуль. Цветик. Цветик, посмотри на меня. Ну что, мы едем назад. Побывали на приеме у невролога. Невролог сказал, что, скорее всего, это что-то хроническое. Застой жидкости, короче говоря, вот так вот. Если простым языком, застой жидкости. Плохо она из головного мозга перетекает в спиной мозг. Нужно делать МРТ. МРТ в этой клинике не делают. Они там куда-то переезжают. В общем, на месте не удалось делать. Послали нас делать в Москву тоже. Будем завтра. Не поверите, сколько это стоит. Человеку гораздо дешевле сделать МРТ. Собаке, маленькой вот этой собачке, один отдел стоит 9 тысяч, а два отдела 16. Мы вообще просто в шоке. Ну и потом возвращаться уже на прием к врачу. Короче говоря, завтра МРТ. А прием врача будет только в пятницу. Но у нас в Пушкино, слава богу, не надо в Москву будет ехать. Этот же врач будет принимать у нас. И мы в пятницу пойдем уже там на прием. Мы сегодня приехали на МРТ. У нас МРТ в 10 часов вечера. Так что, Цветик, готовься. Мам, пошли, наверное, вон туда. А Коля что, не выходит, да? Вот сюда, наверное. Цветик, ты готов к МРТ? Готов? Пусть надо же знать точно, сколько он. Неужели он у нас разжирел. Стоять. Ножись. О, молодец. Ножись. Ножись. Цветик, сидеть. Ножись. Ножись. Два девятьсот двадцать. Слушай, Цветик, ты толстишь, не подниму по часу. Может, там у них весы неправильно. Ой, собачку пусть в моркозу ведут. Цветик. 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 Пип. 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 Сильно смышь? Вому жарки не было? Эй. Цветик. Моем собачку. О, на собаку так отреагировала. Он глаза открылась. Лапочка. Отходим после наркоза. Наркоза. Видишь, он спит ещё. Мы спим. Язык к нам. Малецептик. 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 Хороший, сладкий. Помоги ты, мой мой, спит. Язык посмотри как. Ну, вот как я вижу на боку. Вот. Он спит. Едем после наркоза. После обследования. Всё. Выключаем. Малыш мой. Мы через пару дней идём с собачкой на приём. Я вам обязательно расскажу, чем закончилась история. Что у собачки не так. Обязательно вам это буду рассказывать. А сейчас я иду в соседний корпус. Там находится СДЭК. И я получаю посылку кое-какую. Которую тоже вам обязательно покажу. И, возможно, с распаковкой. Поэтому... Всем пока. Сейчас вернусь. Я вам давно хотела показать постельное бельё, которое я периодически заказываю. И каждый раз, когда я сажусь снимать блог или что-нибудь, болталку какую-нибудь, я всё время забываю вам рассказать. Потому что вы мне периодически просите показывать что-нибудь такое домашненькое. И сегодня я вам покажу, как раз я очередной раз заказала себе постельное бельё. Заказываю Ивановский трикотаж. За что люблю? За то, что здесь то, что в других магазинах. Ну, вы знаете, по крайней мере, вот у нас Москва-Подмосковье. Магазины, где хорошее постельное бельё стоит, о боже мой, страшно сказать, и по 16, и по 20 тысяч. Здесь примерно такого же качества, но только за, по-моему, 5 тысяч. Сейчас я распакую, посмотрю, цена какая там у меня накладная лежит. Заказывала, с какого сайта заказывала, я вам оставлю, естественно, ссылочку, если кому интересно. Заказываю уже не в первый раз. У меня несколько комплектов. У меня есть такое, знаете, как жёлтое, розовое. И вот это сейчас новенькое. Сейчас покажу. Вот в каком мешке мне через дек отправляли. Вот в каком мешке огромном пришло. И я подумала, раз уж я влог снимаю, я при вас распакую. Так, цена, цена. Цена 4 988. Это вот кому интересно, сколько это стоит. Посмотрите, в какой коробке шикарно идёт. Я говорю, я покупала комплект белого, я чуть не разорилась. А покупала, ну, в каком-то из таких вот магазинов со всякой всячиной для дома. Смотрите как. О-о-о. В этот раз решила, видите, какого цвета взять. Красота. Не знаю, как вы, я люблю такие, знаете, без каких-то явных рисунков. Либо чтобы было однотонное постельное бельё, либо вот, ну, так, знаете, примерно однотонное. Такой неяркий рисунок прямо. Качество. Это жаккард. Качество вообще шикарное. Вот. Упакованная, конечно, прям красота. Сейчас я постелю и покажу вам. Мама, сними, как я падаю на роскошное бельё, как в рекламу. Вот так вот. Ой, я что-то как корова завалилась. Ну ладно, не важно. Реклама не получилась. У меня, ну, я вам уже сказала, жёлтое я покупала, розовое я покупала, только там другой оттенок розовый. Здесь такой более сиреневый, а я покупала более тёплый, что ли, вот такой оттенок. И ещё какой-то у меня вот расцветки есть. Вообще, моё самое любимое бельё – это белое. Вот чисто белое. Я вообще обожаю. Максимум, чтобы вот тоже вот с таким каким-то вот неярким рисунком. В общем, люблю. Мы с Светиком снова приветствуем вас. Наконец-то наша эпопея со всеми врачами закончилась. Проверили собачку. Я вам показывала, как мы делали ему МРТ, бедненький. Собачкам под наркозом делают. Нам не то, что снять не разрешили. Нам даже зайти внутрь не разрешили. У нас отобрали собаку. И всё. И потом уже только его вынесли, бедненького, в пелёнки. Он, ну, сами видели. И вообще проснуться не мог. Ну, нормально. Наркоз, в принципе, перенёс. И выяснили, что у него небольшая киста есть вот в шейном отделе. И вот от этого такие боли. Поэтому он у нас визжал так сильно. Сейчас ему выписали лекарства. Ну, в принципе, если они не помогут, придётся делать операцию. Но мы надеемся, что всё поможет. Правда, Цветик? Представляете, из-за этого пришлось везти в Москву. Он засыпает. Потому что я уже вечером снимаю. И он уже просто спать хочет. Вот. Пришлось его из-за этого везти в Москву. Потому что в Смоленске, к сожалению, ветеринары лечили печень несколько раз. Лечили суставы. Что там, я уже не помню, кишечник. В общем, всё, что угодно лечили. Но всё не то. Куча денег была отдана. И в итоге собаке легче не становилось. Потом только, когда уже обратились в другую клинику в Смоленске. Где более квалифицированные специалисты. Где более. Вот они сказали, что, скорее всего, придётся ехать в Москву с этим. И вот, в общем-то, привезли. Я не знаю, что с собакой. Он, по-моему... Он у меня сейчас упадёт из рук. Правда, он меня уже успел покусать. Да, Цветик? Успел ты меня покусать? Ну... Я в Инстаграм выложу. И здесь, наверное, в конце покажу. Так что, всё. Завтра я провожаю эту собачку. И, кстати, он мою птичку пытался съесть. Он всё время пытается птичку съесть. Потому что у него шарик любимый, который он гоняет. Такой жёлтый, кругленький. И моя птичка тоже такая жёлто-зелёная. И поэтому он её сожрать пытается. Приходится нам птичку в одной комнате держать, Цветика в другой комнате. Ну, в принципе, ничего страшного. Правда, Цветик? Правда, Цветик? Всё, мы спим. Ну, всё. Всем спокойной ночи. Всем пока. Хрюша! Отдай Хрюшу! Отдай! Моя Хрюша! Моя Хрюша! Моя Хрюша! Моя Хрюша! Моя Хрюшу! Моя Хрюша! Моя Хрюша! Моя Хрюша! А-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok